Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007, и сегодня будем учиться играть в Старкрафт 2 как протас-чемпион статс, совсем недавно взявший свой первый крупный индивидуальный трофей Global Starcraft 2 Лиги. Статса сейчас считают не просто лучшим протасом мира, а и лучшим игроком в Старкрафт 2 вообще, и абсолютно заслуженно. На первый взгляд, если просто взглянуть, как статс играет на своем FPS-стриме, то может возникнуть ощущение, что в его игре нет ничего особенного. Ну как же, посмотрите, он точно так же ловит необычайно жесткие соплай-блоки, вот сейчас, например, лимит 93, и статсу придется поставить как минимум 4 пилона для того, чтобы иметь возможность хоть как-то выбраться из этого соплай-блока и начать строить юнитов. Более того, статс так же, как и простые смертные, используют кнопочку F2. Обратите внимание, нет такого бинда у статса, как тот, что он только что использовал. Поэтому очевидно, что это была именно кнопочка F2, или на что там эту замечательную горячую клавишу статс перебиндил. И вроде бы, в общем, статс ничем не отличается не просто от других корейских прогеймеров, а и от простых любителей игры, таких как мы с вами. Но, разумеется, это не так. Сила статса не только в великолепном исполнении стандартных билдордеров, но и в использовании весьма оригинальных и примечательных фишек игры, которые, кроме него, не применяет на просцене практически никто. Речь, например, о стазисных ловушках. Не многие помнят, но даже в чемпионате мира 2016 года статс очень здорово применял стазисные ловушки, причем в каком матче, в полуфинале чемпионата мира против будущего победителя Бьяна. Пали вниз! Ой, как все придумал статс! Ой, как все придумал статс! Какой момент! Какой хайлайт! Что вытворил протос КТ Ролстер! Я вам говорил, что у него все просчитано натурально, вплоть до момента, пока Бьян напишет чи-чи. Ну а не далее, как в прошлую субботу, в рамках финала Глобал Старкрафт 2 Лиги, статс совершил настоящий прорыв в мире второго Старкрафта и, на мой взгляд, ознаменовал переход СК-2 в новую эру. Отныне это эра Старкрафт 2 The Frozen Drone. Эра замороженных дронов. Как именно это произошло и почему теперь стазисные ловушки можно называть немного по-другому, смотрите. Статс очень хочет, чтобы эта ловушка отныне называлась по-другому, чтобы она называлась статсисной, а не стазисной. Постоянно, вот, нон-стоп идут эти стазисные ловушки, не успевает реагировать Су и в очередной раз Су остается без части своих дронов. Обязательно посмотрите полную версию финала Глобал Старкрафт 2 Лиги на канале СК-2 Starlander. Что ж, давайте разбираться, что это за стазисная ловушка, как ее использовать и, конечно же, как с ней бороться. Стазисная ловушка, ставящаяся в минеральную линию, мгновенно разрывается при наличии дронов или любых иных юнитов в радиусе ее действия и замораживает всех юнитов соперника, наземных, конечно, которые находятся в радиусе действия ловушки на следующие 20 секунд. Что это дает сопернику, которая осуществляет Харас? Разумеется, это дает эдакую дроновскую безработицу. Причем, обратите внимание, после того, как действие ловушки заканчивается, рабочие не возвращаются обратно к добыче. Им необходимо отдать приказ о добыче вручную. Таким образом, даже минимальные потери, которые несет игрок, чьи рабочие попали в стазисную ловушку, оцениваются как 20 минералов умножить на количество дронов, оказавшихся в ловушке. Вот в данном случае, например, целых 9 дронов туда попали, таким образом игрок потеряет минимум 180 минералов. И то, если он максимально оперативно среагирует на происходящее, а так, с куда большей вероятностью, он потеряет даже несколько более существенные деньги. Что же такое стазисная ловушка вообще? Это наземное здание, которое становится невидимым после того, как Оракул его достраивает. Далее это здание срабатывает, как только, опять же, в радиусе действия оказывается любой видимый наземный юнит соперника. Ловушка взрывается и замораживает юнитов соперника на следующие 20 секунд. Соответственно, каков же радиус действия? Он равен трем клеткам. Вот, обратите внимание, радиус это ровно 3 клетки, например, ширина или высота такого здания, как Evolution. И как раз стандартное расстояние от Hatch или Nexus или командного центра до минеральных кристаллов это 3 клетки по вертикали и горизонтали. Как следствие, эта ловушка может охватывать большую часть вашей минеральной линии и потому она особенно опасна. Как же можно бороться со стазисной ловушкой? Ну, на первый взгляд, вроде бы, довольно просто. Потому что пока ловушка строится, она видимо, поэтому ее могут атаковать любые юниты, оказавшиеся рядом. Проблема в том, что при атаке приоритет не меняется. Таким образом, если ваши юниты, в данном случае сталкеры, уже начали стрелять по Оракулу, они не будут переключаться на стазисную ловушку. Ловушка достроится, взорвется и заморозит тех же сталкеров. Решением проблемы могут выглядеть юниты, которые бьют только по земле, вроде Зилота, но, как правило, они теряют слишком много времени для того, чтобы подбежать к ловушке и наносить ей урон, и таким образом тоже не являются эффективным противоядием. Посмотрите на тернов, у них примерно такая же ситуация. Вот есть морпехи, которые будто бы патрулируют минеральную линию. Если они не успели сагриться на Оракула, то, конечно, стазисную ловушку они убьют очень быстро. Но если они уже начали стрелять по Оракулу, то стазисная ловушка достроится, заморозит морпехов и всех рабочих, которые окажутся рядом с ними. С мародером ситуация точно такая же, как с Зилотом. Да, если поставить ловушку где-то под носом у пары-тройки мародеров, то, безусловно, она не достроится, но если ловушка будет находиться где-то в стороне, мародеров рядом мало, то, к сожалению, особого толку от такого варианта противоядия не будет. Обратите внимание, разморозившись, морпехи продолжают выполнять предыдущую команду патрулирования, в то время как рабочие, будучи замороженными, не возвращаются к добыче ресурсов после того, как заканчивается действие ловушки. Уж не знаю, баг это или так задумано, но рабочие здесь находятся в априори куда менее выгодном положении. Разумеется, у тернов есть еще один вариант контры к оракулам, вариант весьма распространенный, это мины. Проблема только в том, что стазисную ловушку все равно можно поставить таким образом, что мина до оракула не достанет. Более того, ее можно поставить таким образом, что мина до оракула не достает никак, а вот стазисная ловушка, разорвавшись, до мины достанет. Вот так, например. Сейчас мина заморожена, и стрелять по оракулу она не может. Все это даже несмотря на то, что протас не видит эту мину. Таким образом, когда ловушка взрывается, то она может заблокировать и невидимых юнитов. Детекция для этого абсолютно необязательна. Что будет, если атаковать стазисную ловушку дронами? Ну, как правило, ничего хорошего. Поэтому рабочими лучше просто-напросто спасаться в тот момент, когда вы видите строящуюся рядом стазисную ловушку. Куда большими помощниками могут быть зербинги, если собачки успевают реагировать своевременно. Допустим, если вы их поставили в патруль в минеральной линии, то с большой вероятностью собаки успеют своевременно обнаружить стазисную ловушку, самостоятельно на нее набросятся и скушают ее. Единственное, что, конечно, в таких случаях нельзя использовать кнопку F2 для выделения всей вашей армии. Собаки должны бегать где-то там дома на патруле и ни в коем случае не дергаться с основным войском. Но самым эффективным противоядием к стазисной ловушке абсолютно неожиданно является беймин, которому для того, чтобы контрить ловушки, нужно включить команду автоматически атаковать здание. В стандартной раскладке это ход KF. Тогда смотрите, что будет происходить. Бейнинг сразу начинает агриться на стазисную ловушку и мгновенно взрывает ее, и помощь этого мародера была уже совершенно необязательной. Что же касается роучей, то здесь ситуация такая же, как и со многими другими наземными юнитами. Если поставить стазисную ловушку где-то поблизости, роучи мгновенно ее убьют. Если немного дальше, и роучам потребуется больше времени на реакцию, то, как правило, стазисная ловушка успеет достроиться, и дальше ничего хорошего из этой истории уже не получится. Что же касается реальных игр, то, безусловно, проще всего протасам, которые могут отбиваться просто на пилон-эверчарджах. У тернов, безусловно, могут быть интересно спрятанные мины, которые довольно тяжело обнаружить протасу. Кроме того, терн в конце концов может отбиваться на дотекании, выходящем из бараков, учитывая то, что у стазисной ловушки не так много хитпоинтов, да и учитывая возможность колоть стимпак. С оракулом или со стазисной ловушкой разобраться довольно просто. Правильно поставленный бункер также не даст возможности оракулу нормально использовать стазис, и в конце концов у терна будет намного больше возможностей для того, чтобы отбиться от ловушек соперника. А вот что касается зергов, то у них ситуация самая сложная, и не просто так мы считаем, что во втором Старкрафте действительно наступила новая эра, эра замороженных дронов. Королевы не помогают. Зерлинги, стоящие на патруле, могут помочь, но только в том случае, если зерг все делает действительно грамотно, не использует кнопку F2, и вообще правильно реагирует на все происходящее на карте. Если нет, если собаки хотя бы чуть-чуть не успеют, то постоянно будут происходить вот такие истории с кучей замороженных дронов. Ну что, вот таким образом работает стазисная ловушка, ну или сейчас, я думаю, вы уже можете смело называть ее стазисной, и использовать в своих ладдерных играх. Безусловно, протасом для того, чтобы от этого нормально отбиваться, достаточно просто иметь на позиции мазершипкор и пилоны вокруг минеральной линии. Терринам стоит задуматься над тем, чтобы ставить больше, чем одну турель, или, может быть, если их совсем сильно достают оракулы, поставить бункер возле минеральной линии. Ну а зергам, возможно, стоит задуматься о бейнлингах, которые будут патрулировать минеральные линии. Возможно, будет достаточно одних собачек. Может быть, придется изучаться со споровыми колониями. Я не знаю, но что я знаю абсолютно точно, так это то, что отныне у протасов в Старкрафте появилось очень и очень грозное оружие, которое ранее не использовалось практически никем, и многим соперникам таких протасов, как Статс, придется очень сильно опасаться замороженного состояния своей минеральной линии. Это был Alex007. Подписывайтесь на мой канал, играйте в Старкрафт 2 Legacy of the Void, используйте стазисные ловушки. До новых встреч, всем пока и удачи, услышимся!